Не все жиры одинаково полезны. Правильное питание – это в первую очередь правильный выбор того, что оказывается в вашей тарелке. И от этого зависит общее состояние вашего организма, его способность противостоять атакам недугов, в том числе вирусных. Специалисты предупреждают, искусственные жиры, которыми так богаты, излюбленные нами гамбургеры, пиццы, пирожные, опасны и могут надолго выбить из колеи. В то время как природные жиры животного и растительного происхождения незаменимы в ежедневном рационе. Они дают энергию и чувство сытости. Искусственные жиры, или как их ещё называют, трансжиры, получают путём химического добавления водорода к натуральным жирам. Они используются при приготовлении большинства блюд быстрого питания и вполне способны быстро насытить. Однако на организм они воздействуют медленно, накапливаясь годами, чтобы однажды проявить себя во всей красе, вызвав скачок холестерина в крови или сердечно-сосудистые заболевания. В результате хитрогенера получаются гросимы натуральные, которые afectают здоровье, которые увеличат концентрация de колesterol, которые увеличат рисков, особенно для бульвера, которые увеличат гросимов хитрогенера. Пищевая промышленность использует трансжиры, потому что они позволяют в разы увеличить срок годности продукта, долго не портятся при комнатной температуре и позволяют долго сохранять товарный вид готового блюда. Специалисты советуют интересоваться составом и стараться избегать вкусняшек, приготовленных из априори вредных веществ. Продолжение следует... Продолжение следует... Людей призывают тщательно изучать информацию о товаре, если на этикетке написано, что продукт содержит гидрогенизированные жиры, поискать что-то более безопасное. Продолжение в принципе согласны, что следовало бы внимательнее выбирать еду. С другой стороны признают, что в спешке могут и не обратить внимание на состав. Известно ведь, голод не тётка. На голодный желудок готов смести всё, что красиво выглядит или пахнет. Очень редко, но длинно. Не исчезает, например, когда мы ввели в севере вечером, и, например, в севере вечером у нас вышел, и мы видим, что у нас есть много времени. Фастфуддур не исчезает. В севере, очень хорошо. Да, мы не используем, потому что больше продуктов натуральные продукты. Но, я уверен, что фастфуддур очень дорогие, но я консчитываюсь, что все емко. Однако есть люди, которые поблаже к себе не делают. Вредно – значит вредно. И точка. Мы, когда мы занимаемся с домом, мы покупаем и фастфуд. Фастфуд? Очень редко, у меня нет на этот день. Почему? Мне нравится приехать домой, приготовить себе поесть. Ну, только так, если в университете, там, плаценту или что-нибудь такое. Я не очень редко продаю фастфуд. Потому что я считаю, что у нас достаточно нокив. Я считаю, что у нас есть. И как мы продвигаемся в медиа онлайн, мы хотим на то, что мы можем 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 на то. Выбирай, что ешь. Минздрав и нацагентство общественного здоровья запустили под этим лозунгом информационную кампанию, чтобы люди больше знали о вреде трансжиров. Отметим, что для взрослого, получающего 2000 калорий в день, норма потребления трансжиров составляет не более процента или двух с лишним граммов в день. Отметим. Отметим.